В инфекционных отделениях, на всех врачебных участках, держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям. Всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией. Строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов. Заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих. Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий. Для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Используя как наш собственный опыт, как и лучшие практики других стран. Что, считаю, принципиально важно. Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением заработниками их заработной платы. Вместе с тем, ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры, федеральных и городских властей пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи с субъектом и главом субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами в значительной степени, исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти – федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. Обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье и безопасность граждан России. С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения. Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова